Миниатюрные, пушистые и очень активные собаки, у которых, кажется, где-то находится маленький моторчик. Но на самом ли деле они такие милые и ласковые, как кажется на первый взгляд. Шпицы непоседливые и порой слишком шумные собаки, которые любят заявить о себе. Их приятно гладить и обнимать, но когда начинается линька, хозяева хватаются за голову и надеются, что у них не начнется аллергия на шерсть. Шпицы умны, но иногда используют это против людей и доставляют множество проблем. Однако их веселость и любовь побегать и поиграться так радует хозяина, что тот готов простить своему любимцу что угодно. Померанские шпицы известны своей миниатюрностью. Их рост в холке обычно не превышает 30 сантиметров, а вес 3 килограммов. Они довольно умные и сообразительны, но могут капризничать и не слушаться хозяина. Отличительной особенностью шпицы является его шерсть, стоящая вертикально, что и делает собаку такой мягкой и пушистой. Породы живут в среднем 12-15 лет. Маленькие, милые и пушистые малыши. Первое, что приходит в голову, когда видишь шпица. Но все не так уж и просто. Собака может удивить людей своей активностью и непоседливостью. Ей вечно что-то надо. Она куда-то бежит и что-то делает. Она с удовольствием поиграет с хозяином и другими собаками. Перезвится с детьми. А потом неожиданно начнет показывать неприятные стороны своего характера. Шпицы очень хитрые и легко замечают, когда хозяин что-то спускает им с рук. Запоминают это. И потом с удовольствием повторяют снова и снова. Они любят власть и стремятся стать главой в доме или квартире. Поэтому важно иногда давать ей понять, кто тут главный. Собаки данной породы эгоистичны и не любят делить внимание хозяина с кем-либо еще. Поэтому ужиться с другими питомцами им будет тяжело, если только они не росли с самого детства вместе. Выслушав описание характера, как вы думаете, подходит ли вам шпица в качестве домашнего питомца? Напишите в комментариях под видео свое мнение. Точно неизвестно, где эта порода появилась впервые. Однако есть предположение, что это было помирание, где археологи нашли остатки собак, которые вполне могли быть предками шпица. Первое время собаки пользовались популярностью у простых людей, которые использовали их для охраны огорода. Своим громким лайм шпиц мог оповестить хозяина об опасности. Чуть позже порода проникла в королевские замки и дворцы. Сама королева Виктория обожала шпицев, что привлекло внимание английского собаководческого клуба и сделало породу еще более популярной. Со временем появились определенные стандарты, к которым стремились заводчики для участия в выставках и на соревнованиях. Самой сложной частью ухода за шпицами является его шерсть, длинная и мягкая. Она может стать причиной головной боли у хозяина в период линьки. Каждые 3-4 дня собаку необходимо расчесывать пуходеркой, после чего причесывать гребнем. В ежедневном уходе шерсть шпица не нуждается, так как это может только травмировать волоски. Если на улице во время прогулки было особенно грязно, то собаку можно помыть специальным шампунем. Важно не забывать предварительно расчесывать шерсть, иначе после душа это может стать очень сложным и даже болезненным для питомца заданием. Шампунь необходимо тщательно вымывать, чтобы не вызвать у собаки аллергии. Также шпица можно и нужно подстригать, особенно если хозяин решит принимать участие в выставках. Кроме этого, хозяин должен следить за чистотой ушей и глаз собаки, периодически их протирать тампоном с моченым водой. Для предотвращения заболеваний необходимо следить и за зубами питомца. Особых рекомендаций в кормении для шпицев не существует. Достаточно покупать сухой корм, в котором достаточное количество витаминов и минералов, и которые подходят именно данной породе. Чтобы не вызвать отравлений, кормить собаку с усола не рекомендуется. Сладости, соленая и копченая еда, сосиски – все это под запретом. Если хочется побаловать, то лучше дать кусочек мяса. Естественно, важно не забывать следить за тем, чтобы у собаки всегда было достаточное количество свежей прохладной воды в миске. Шпиц довольно активен. Он любит резвиться с хозяином и другими собаками. Они любят гулять и весело проводить время. Но в случае особой занятости хозяина, питомца можно приучить ходить в лоток. Однако тогда важно не забывать уделять внимание собаке дома и играть с ней. Благодаря теплой шерсти во время прогулки зимой шпиц не замерзнет, но при желании хозяин может купить специальные ботиночки для лап. Как мы уже говорили, шпиц довольно сообразителен, но из-за своей резвости может не всегда слушаться хозяина. Для избегания подобного достаточно выдрессировать собаку, что не составит особых проблем. Не будет необходимости применять строгие меры или кричать на питомца. Достаточно будет сказать пару раз, и питомец уже все поймет и выполнит. Во время обучения нужно уделить внимание лаю собаке, так как из-за громкого голоса это может сильно раздражать хозяина и окружающих. А полаять шпицы очень любят и могут продолжать это делать довольно долго. Проблемы начинаются тогда, когда собака не получает достаточной физической активности, и ее энергии попросту некуда деваться. Поэтому любимце остается только начать лаять или не слушаться хозяина. Шпицы абсолютно точно не подойдут тем людям, которые за своей занятостью не готовы проводить время с питомцем, играть с ним и ухаживать за шерстью. Несмотря на то, что эти собаки легко обучаются, на это все равно потребуется потратить время и силы, к чему тоже нужно быть готовым. Для жизни на улице, в вольере или вместе с другими животными шпицы также не готовы. Зато они с удовольствием повеселятся с маленькими детьми, если те себя будут хорошо вести, а также поучаствуют в выставках и на соревнованиях, и пощеголяют своей красивой и мягкой шерстью. Шпиц может стать отличным питомцем, который будет заставлять своих хозяев больше двигаться и привносить в их жизнь радость и счастье. Однако при отсутствии должного внимания он способен превратиться в маленького дьявола, который постоянно лает и грязет вещи в доме. Поэтому постоянным остается лишь одно – любовь и забота семьи, в которой он живет. И только отдав любимцу свое время, силы и внимание, можно получить в ответ привязанность и доверие. Не забудьте поставить лайк этому видео и подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новые видео.